приветствую всех кто смотрит в прямом эфире те кто будет в записи смотреть а также те кто откроет на злобу дня на информационно-литейском портале ava.md сегодня затрону несколько тем начнем с социологического опроса которые опубликовали все пропагандисты партии социалистов я давно заметил что считается плохим тоном комментировать вопросы которые опросы которые ведут социалисты потому что всем понятно что на самом деле это нереальные социологические опросы что их там пишут на коленке в чем-то кабинете но они достаточно интересны потому что через эти опросы можно увидеть стратегию партии социалистов и вот это очень четко проглядывается вот вы обратите внимание дается рейтинг санду она опережает и до дона и также партии пас и партии социалистов вот они дали зафиксируйте себя а потом вы увидите как через каждую неделю начнут они сближаться 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 чтобы показать тенденцию додон и социалисты растут а пас и санду падает это одна стратегическая задумка вторая стратегическая задумка тоже очень такая интересная это показать что на третьем месте твердо стоит партия шор и сам илан шор ну бред полный особенно если говорить о шоре потому что мы знаем а усатый далеко отстает от шора усатый который на выборах президента получил 17 процентов он отстает от шора которому приговоре семь с половиной лет за которым сейчас идут расследования по отдельным депутатам близким к шору и вот оказывается он там среди лидирующей тройки и еще очень интересно настаса опустили все видимо партия социалистов поставила на нем крест как на спойлере и и он уже где-то там в районе меньше одного процента хотя худо-бедно набрал на выборах президента три процента все его зачеркнули шора оставили он нужен потому что нужен кто-то в том будущем парламенте с кем договариваться анастасы убрали из этого списка еще один очень интересный нюанс я обратил внимание вы тоже обратите внимание не гражданский конгресс не социал-демократической партии и вообще не упоминает там есть какие-то партии которые многие из вас вообще никогда не слышали но они там есть и там есть и отдельные личности которых вы очень мало знаете или слышали но вы не найдете там виктора шелина или марка качука почему потому что они на левом фланге они потенциальные конкуренты партии социалистов их надо полностью как бы убрать из этого списка так что иногда читайте опросы те которые делаются в кабинетах социалистов и вы поймете их стратегию к вид диссиденты у нас очень много не только у нас в разных странах очень много к вид диссидентов которые не верят ни в это не верят то что есть болезнь или она представляет какую-то угрозу не верят что маски надо носить и так далее вот я только сейчас прочел в россии каждый пятый педагог отказывается вакцинироваться я хочу высказать свою точку зрения не хотите вакцинироваться это ваше личное дело но не надо пропагандировать требовать чтобы люди отказались от вакцинации отказались носить маски не надо демонстративно даже чрезвычайное положение кишиневе других городах ходить без масок и я просто удивляюсь власти она или слабая или ей наплевать на все это люди ходят без масок никто не делает замечаний и так далее такое впечатление что ну мы знаем для чего поделись из-за чайное положение чтобы отодвинуть выборы но хотя бы приличие какую-то соблюдали хотя бы имитировали какую-то работу мвд кто там министр посаженный додоном он может хоть что-то делать или вообще надо как бы поставить крест на этой организации они ничего не могли сделать чтобы провести перехват чауса судьи которого захватили такие безрукие непограничная полиция которой подчиняется если его действительно вывезли и ничего не делают в борьбе с пандемией хотя бы в рамках чрезвычайного положения которых обязывает что-то делать роспуск парламента 15 апреля конституционный суд должен принять окончательное решение по запросу президента и скорее всего но многие считают что это будет решение такое что парламент президент имеет право распускать этот парламент ну не знаем готов ли додон шором мы продлевать чрезвычайное положение такое чрезвычайное положение как сейчас можно весь год держать и люди даже не заметят что чрезвычайное положение или согласятся и бросят все силы сейчас на очернение майя санту и рената усатого вот тот кто сегодня обратил внимание рената усатый где-то перехватил медиаплан и там специальная целая страница как очернить в бельцах усатого но наверное есть такой медиаплан в партии социалистов целом по молдове я думаю ни одна страница отдана майя санту как ее очернить как против нее бороться очень такая сегодня промелькнула новость которая долл думаю должна вызвать интерес у прокурора главный пропагандист социалистов заявил что плохотнюк находится в дубае это очень интересно если главный пропагандист социалистов владеет такой информацией безусловно в первую очередь как гражданин и как социалист он обязан был поделиться с прокуратурой которая разыскивает плохотнюка по всему миру и я думаю что обязательно прокуроры его завтра пригласят и попросят поделиться информацией потому что он раньше говорил там в таиланде находится плохотнюк теперь там то есть у него есть такая информация знает куда и что но его гражданский долг если прокуратура разыскивает делиться мы же не думаем что он болтун просто бла 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 сказал он же социалист он же депутат уже не может просто болтать значит у него есть какие-то источники информации ждем активности от прокуроров и в заключении несколько слов зеленский заявил что реформирование армии повышение боеготовности украинской армии не гарантирует что россия не нападет на украину и считает что самый лучший выход из этой ситуации это вступление украины в нато и он вновь поднял вопрос о том чтобы дали украине план действий по членству в альянсе ну я не знаю как вы относитесь но я считаю ничего страшного для даже может быть хорошо для молдовы будет если с одной стороны будет у нас член нато с другой стороны член нато это будет гарантировать гарантирует нас что на молдову никто не нападет но мы же не думаем что нато готово напасть на молдову и не будет никаких эпизодов там чисто типа новороссийской республики этой дуги куда будут там продвигаться чьи-то войска и так далее ну на этом все делитесь не говорю там лайкайте потому что наверное это не столь важно вот то что если вы будете делиться это важно будьте здоровы берегите себя всего вам наилучшего баспорта ба 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 Продолжение следует...